Разговор получился откровенным. Корсаковцы пришли на встречу с главой региона не с хвалебными речами, а с просьбой помочь их чаянием. К примеру, давно наболевший вопрос нехватки медицинских кадров в районах. В достаточно неплохом состоянии поликлиника больница ваша, но и по оборудованию неплохая. Специалистов нет. Нет у вас стоматологов, нет у вас постоянно работающих педиатров, большая текучка, ну и так далее, и так далее. Это будем с Владимиром Николаевичем вопросом заниматься, какие-то стимулирующие моменты придумывать, чтобы сюда заманить врачей. Едва ли избалованного инфраструктурой инвестора привлекут корсаковские красоты с пейзажами. Необходимо ремонтировать и строить новые дороги. В Корсаковском районе нет соединения с Мценским районом, поэтому люди объезжают через Тульскую область, через Черни и так далее. Будем смотреть, что делать с ними по 2015 году. Дорога достаточно большой протяженность, 35 километров. Но с учетом того, что мы увеличиваем бюджет по ремонту дорог, свыше 4 миллиардов у нас будет на 2015 год, соответственно, этому району по дорогам достанется. Надеюсь, что улучшение дорожной ситуации, дорожной инфраструктуры приведет и к увеличению интересантов с точки зрения развития бизнеса этого района. Еще одна проблема, которая годами не покидала региональный список наболевших – мосты. В этом году отремонтируют 5. В 2015 капитально обновят еще 4. Это путепровод на улице Первая Курская в Орле, Беломесненский мост в Ливнах, путепровод в Амценский и мост в Амценском районе. В целом у нас по ремонту мостов будет программа отдельная. От 8 до 12 мостов в год. Список проблемных скоро покинет Шенский мост, что в Новосильском районе. Он связывает противоположные берега и реки Зуши. Представленные главе области фотографии моста до ремонта жители и рабочие дополнили своими комментариями. Если бы не ремонт, начавшийся в мае, сооружение пришлось бы закрывать в целях безопасности. Проезжая часть была труднопроезжаемая, асфальтобетон был разрушен, защитный слой. То же самое, гидроизоляция до самых баллов пролетных строений. Опасно даже пешеходом было ходить здесь, не то что ездить по нему. А мост был невозможный. И то, что они сейчас нам делают его, это очень хорошо. Ремонт этого моста планировался не один десяток лет. Он был построен в конце 70-х, а уже в середине 80-х нуждался в капитальном ремонте. На капитальную реконструкцию моста длиной в 110 метров потребовалось свыше 40 миллионов рублей. На строк с датчиком, да. А вот я принес. А нет сентября. Генеральный подрядчик здесь дорожная служба, соподрядчик спецруем. Обе организации отработали очень хорошо. Сегодняшнее состояние дела, оно в общем-то на это и свидетельствует. Процент готовности мы считаем здесь около 80%. Мы стараемся. Нам здесь жить, ездить, так сказать. Сооружение после проведенного ремонта моста еще простоит лет 50. Задача максимум привести в порядок все мосты, которые в этом нуждаются, говорят в правительстве Орловской области.